Привет, друзья, с вами Света и это видео новости недели Гоха Weekly. Я продолжаю вещать за кадром, потому что освещение освещением, а без новостей оставлять никого нельзя. Не привыкайте, я скоро вернусь, впрочем, хватит обо мне, поехали смотреть самое интересное за прошедшую неделю. Первая новость отличная для ждущих ру-версию Терры. Первый этап русскоязычного, закрытого бета-тестирования начнется уже 17 декабря. По такому поводу представители Bluehole Studio приготовили даже специальное видеообращение, в котором назвали эту дату. Первый этап станет испытанием системы авторизации, лаунчера и переводов. Также будут проверять нагрузку на сетевое и серверное оборудование. На первом этапе ЗБТ игровой мир будет доступен до 38 уровня. Открыты три подземелья и предстоящий этап будет длиться всего лишь 4 дня. Попасть в ЗБТ есть несколько способов. Купить набор раннего доступа, заполнить анкету участника закрытого бета-тестирования, выиграть в конкурсах, например, в нашем УДИВИ по-русски и попросить ключ у друзей, ведь пользователи, купившие серебряный и золотой набор раннего доступа, получают еще и несколько ключей для друзей. Ну и теперь уже по традиции свежий гайд из нашего раздела Терра про улучшение предметов в игре, как работает заточка оружия и брони и с чем ее едят в нашем новом руководстве. Тех, кто ждет лендмарк, тоже есть чем порадовать. Уже 15 декабря во всех локациях можно будет напороться на всевозможных ПВЕ монстров. Добавят кладбище, на которых игроки будут респиться, торговцев и недостающие части системы пещер. Еще на днях вышел новый патч с новыми пропсами и новым материалом зеленой тканью. Всем игрокам достались стартовые темплейты, изменили внешний вид крафтового окна и сделали много других приятных изменений. Новый седьмой эпизод шоу с разработчиками The Elder Scrolls Online и SoLife дал кучу полезной информации для игроков. На этот раз основной инфоповод – система правосудия. У совершающего всякие преступления растет штраф и делится он на три стадии. На первой страже городов просто на вас косо смотрят, на последние кидаются без объявления войны. Впрочем, удрать от них можно, все очень канонично. При этом статус преступника постепенно снижается, если залечь на дно, а вас постепенно начнут забывать. Правда, можно сразу откупиться и отмыться, но при этом, если вы воришка, все награбленное и украденное, тоже будьте добры, сдайте. В шестом обновлении даже появится линейка умений для нарушителей закона. Будут и криминальные ачивки. PlanetSide 2, который недавно обзавелся версией для приставки PlayStation 4, открывает прием заявок в закрытое бета-тестирование консольной версии. Правда, заявка не гарантирует участие, да и когда сам тест начнется – неизвестно. Но порадоваться все равно есть чему. На Twitch выложили запись стрима с креативным директором PlanetSide 2 Мэттом Хигби, в котором показывают геймплей PS4-версии на тестовом сервере, разные ивенты и всякие другие изменения. 9 декабря, вы еще не раз услышите эту дату, ММО FPS Destiny получила дополнение The Dark Below, и разработчики показали заранее видео с временным эксклюзивным контентом для обладателей приставок PS3 и PS4. Эти бойцы смогут посетить страйк под названием The Undying Mind и пострелять из дробовика. Владельцы Xbox'ов смогут приобщиться к новому только осенью 2015 года. Еще одна бета, правда открытая, стартовала в онлайн ролевой игре со стратегическими элементами Therian Saga. Полностью локализованная версия для PC и маков теперь доступна всем жителям России, Украины, стран СНГ и Грузии. Зарегистрироваться и начать играть можно вот прям хоть сейчас на официальном сайте. В игре можно создавать сразу несколько героев, путешествовать по заброшенному континенту, изучать разные профессии, вступать в гильдии и делать все, что положено в онлайн-игрушках. А если прежде чем врезаться со всего Маху в новое приключение вы хотите посмотреть на него со стороны, у нас уже есть первый взгляд, которым окинул проект наш Камрад Тапик. И еще один наш эксклюзивчик, добытое на выставке G-Star интервью с представителем компании RuneWalker, которая выпустила MMORPG Dragons Profit. Эта игра готовится к выходу на рынки России и Азии, а собственно в России изданием занимается компания Innova. На официальном сайте Dragon's Profit уже появилась возможность сделать предзаказ, а интервью можно почитать в статьях и обзорах. И снова 9 декабря. Вышел кооперативный экшен Lara Croft and the Temple of Osiris. Встал и вышел на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Это прямое продолжение Lara Croft and the Guardian of Light только на четверых. Новые приключения расхитительницы гробниц отправят ее и ее компанию в храм Осириса, где будут всякие сражения, головоломки, загадки и ловушки. Все по канонам. Напарниками Лары станут археолог Картер Белл, Гор и Исида. Прибыло полку перенесенных релизов. The Witcher 3 Wild Hunt выйдет не 23 февраля, как планировалось, а 19 мая 2015 года. Это, кстати, уже второй перенос. Если помните, игра должна была выйти вообще-то в конце этого года вот-вот практически сейчас. Предсказуемо. Слишком большой проект, сложная разработка и три вагона деталей, которые надо отшлифовать. Сразу появились копатели, которые разглядели в последнем трейлере с Game Awards 2014 текстуру очень маленького разрешения в некоторых моментах. Хотя сами создатели сказали, что виноват YouTube, который криво все обжал. Свежие новости об интересном новом проекте, игре-песочнице No Man's Sky. Мы узнали благодаря The Game Awards 2014. На шоу показали различные планеты, гиперпрыжки, необычные порталы, космические корабли, различную живность и кучу всего разного. Кроме того, стали известны такие подробности, как, например, что на большой карте будет видна вся галактика, на каждой планете будут роботы, а в центре ее, в центре галактики, противники будут самыми сильными. Исследователи галактик смогут делать все, что угодно. Смотреть планеты, атаковать корабли и космические станции и получать валюту за добычу всяких горных пород. Sony тем временем представила дебютную запись игрового процесса приключенческого экшена Uncharted 4 и TiefSend. В 15-минутной демке есть много интересного, от исследования локаций до мордобоя с бандитами. Не ускользнуло от бдительного внимания и смерть героев в текстурах, просадка FPS, что, впрочем, обещано до релиза поправить. Видимо, утешением для ждунов Третьего Ведьмака должно стать первое обучающее видео к мобильной мобо-игре The Witcher Battle Arena от CD Projekt Red. Игра разрабатывается для мобильных устройств на iOS, Android и Windows Mobile. Видео, правда, пока только на шведском, но оценить режимы персонажей, классы и скиллы это мешать не должно. А железная рубрика на этой неделе так и быть не будет троллить публику дорогими девайсами. Поэтому тут новость о подготовке к выпуску механической клавиатуры для ценителей простоты. Она называется Kougar 600K, повторяет дизайн и качество 700K, но спроектирована по принципу ничего лишнего. Даже никакого ПО к ней не надо, подключил и пользуйся. Новинка не перегружена дополнительными функциями, но минимум типа регулировки частоты повтора нажатий и отключения виндовой кнопки там имеется. Переключатели Cherry MX и технология антигостинга с энтузиазмом присутствуют. На этом все. Подписывайтесь на наши оба канала, читайте новости и обзоры. Ну и конечно в форумных баталиях как не поучаствовать. А с вами мы увидимся уже не теряем надежды в хорошем качестве на следующей неделе. Играйте с удовольствием, студентам не забывать про сессию. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok